Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Деревенские жители в Кировской области получают на треть меньше горожан. Это следует из данных рейтинга, подготовленного экспертами РИА Новости. Кировская область заняла в нем 69 место из 82. Отмечается, что жители малых и средних населенных пунктов в Кировской области в 2022 году в месяц получали в среднем 33 500 рублей. Это составляет 67% от того, сколько зарабатывали жители крупных городов региона. При этом зарплата сельчан выросла за год на 13%. Также эксперты посчитали, сколько фиксированных наборов товаров и услуг могут позволить себе купить на зарплату жителей глубинки. В Кировской области около двух, тогда как в регионах-лидерах, а это, как всегда, северные субъекты страны, по 4-5 наборов. Аутсайдеры рейтинга – жители республик Северного Кавказа. Экономика. Шесть фермерских хозяйств в Кировской области получили гранты из областного бюджета. На это выделено 22 миллиона рублей, рассказали в правительстве. Сумма каждого гранта – от 3 до 5 миллионов рублей. Средства КФХ могут направить на покупку сельхозтехники и животных. Использовать деньги надо в течение 18 месяцев со дня поступления на лицевой счет. Всего в этом году на гранты «Агростартап» в Кировской области предусмотрено 33,5 миллиона рублей. В эфире «Экономика». Кировчанка незаконно заработала на покупателях жилья 38 миллионов рублей. С 2012 по 2020 годы жительница Кирова вела предпринимательскую деятельность. При этом не была зарегистрирована ни в качестве юрлица, ни в качестве ИП, рассказали в областной прокуратуре. Она оказывала риэлторские услуги, совершала сделки купли-продажи недвижимости, в том числе путем переуступки прав требования, заработав на этом 38 миллионов рублей и не заплатив ни одной копейки налогов. Материалы проверки по этому факту прокуратура направила в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.